С 10 по 13 июля Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края совместно с Центром туризма и экскурсии был проведен конкурс «Моя родина, мой маршрут». Заявки на участие подали 23 муниципальных образования, в том числе и Славянский район. В итоге в номинации «Туристические походы и путешествия» победу одержал тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья» Александр Вилков. Для участия в конкурсе необходимо было подготовить видеопрезентацию туристического маршрута, который бы проходил по интересным и знаковым местам района. Особое условие – он должен быть посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Александр Вилков решил проложить путь от Маевского сельского поселения в Прибрежное, по левому берегу реки Протока, делая установки у памятников советским воинам. Идея была, как бы, вынашивалась давно, и, наверное, на много процентов автором этой идеи является контора Андрей Владимирович, инструктор-методист Центра дополнительного образования. Вот, он мне подсказал, что можно воспользоваться вот таким маршрутом. Когда-то он его давно разрабатывал, я подхватил. Идея была в том, что нужно создать видеопрезентацию с рекламой этого маршрута. Протяженность маршрута – около 25 километров. Он интересен тем, что не требует особой подготовки и, по-своему, универсален. Часть пути можно пройти пешком, часть – на велосипедах. Также при желании можно использовать лодки и спуститься по протоке. Тематика – 75 лет победы, поэтому мы по пути движения посещаем все воинские мемориалы, захоронения, братские могилы, которые расположены по нитке этого маршрута. Мы очень надеемся и хотим реализовать этот маршрут. Он интересен тем, что его можно попробовать пройти и пешком, и на велосипедах, и даже воспользоваться лодками и спуститься по воде. Он универсальный в этом смысле. Все три вида туризма можно соединить на одном маршруте. То, что его маршрут станет лучшим в крае, Александр не ожидал. Темрюк, Новороссийск, Геленджик. В этих городах много памятных мест, по которым можно путешествовать. Однако, свое предпочтение жюри отдало все-таки Славянскому району, в котором тоже много интересных мест для посещения. Мы же продолжаем двигаться дальше, на северо-запад по насыпи, любой с пейзажами реки Протока и прибрежной полосой. Через два километра от мостов по левую руку видим городской стадион имени Николая Петровича Бурлака, ветерана войны, много лет работающего директором этого стадиона. «Съезжаем с дамбы к памятнику Таманской армии». Он не зря считается главным символом города Славянска на Кубани и изображен на гербе города. Мемориал напоминает об истории гражданской войны. Тогда в станице Славянска сформировались прославленные части Таманской Красной армии, одним из подразделений которых командовал наш земляк Ковтюх Епифан Иович. Его именем названа одна из центральных улиц нашего города. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».